Добрый день, дорогие зрители! Сегодня на православном портале Экзегет мы с вами продолжим наше путешествие по Святой Земле. На этот раз оно будет связано не просто с каким-то отличенным интересом к ее памятникам, но будет связано с теми событиями, которые в том числе вспоминаются сегодня Святой Православной Церковью. Это память святого мученика Уара, также семи учителей христианских пострадавших вместе с ним, и также память Блаженной Клеопатры и ее сына Иоанна. Сегодня как раз 1 ноября по новому стилю совершается память этих святых, но эта память тесным непосредственным образом связана с окрестностями горы Фавор, о которой мы с вами беседовали уже в целом цикле наших таких вот лекций, передач, но не успели, может быть, как-то поговорить о заслуживающих внимания таких весьма примечательных окрестностях этой святой горы, на которой совершилось великое празднество Преображения Господня. И вот сегодня у нас с вами есть как раз повод вернуться в эти благодатные, такие дорогие для сердца каждого христианина места. Ну, правда, повод для этого будет, может быть, несколько более местами окрашен в такие мрачные тона, поскольку вот то самое селение Эйндор, которое связано с сегодняшним празднованием мученика Уара и Блаженной Клеопатрию сына Иоанна, оно и имеет, в общем-то, не только такую, ну, сравнительно недавнюю новозаветную историю, историю, относящуюся к уже веку мученичества православной, из истории православной церкви, но также уходит своими корнями вглубь веков к событиям, которые описаны в первой книге царств, где то же самое селение Эйндор, расположенное в ареале святой горы Фавор, называется, ну, вот уже благодаря тому, что это название успело быть переведенным на несколько языков, в первую очередь на греческий, затем на славянский, поэтому оно нам известно уже в звучании Айндор. И, как, может быть, некоторые успели догадаться, это название вызывает у нас в памяти такой библейский образ Айндорской волшебницы, образ, который вдохновлял и многих, так сказать, авторов художественного слова в разные века и на разных континентах, в разных странах, и многих художников. Вот эта картина, которая рисуется повествованием первой книги царства о том событии, которое связано с окончанием царствования Саула и с деятельностью вот этой самой Айндорской волшебницы. Оно, в общем-то, как-то представляет собой, ну, такой, в общем-то, действительно живописный сюжет, который манит к себе мастеров кисти и, в общем-то, предлагает им каким-то образом отобразить эти события на холсте. Ну, среди наших русских живописцев наиболее известным полотном является картина Николая Гея, которая изображает как раз-таки встречу царя Саула и Айндорской волшебницы, описанную в 28 главе первой книги царства. Итак, это самый конец царствования первого монарха Израиля, царя Саула, который, как мы знаем, начинал свою деятельность с особенным таким благословением Божиим под покровительством пророка Самуила. И до тех пор, пока он был послушан и промыслу Божию, и воле Божией, возвещаемые ему через пророка Самуила, ну, дела его царства не продвигались достаточно успешно. Он, конечно, сумел и сплотить все 12 колен царства Израилева, и дать отпор многочисленным врагам этого царства, в первую очередь филистимлянам. Но, как мы знаем, с течением времени этот царь, ну, в первую очередь морально, нравственно, в религиозном отношении очень сильно деградировал. Он перестал выполнять волю Божию. И, как следствие, его постигло, ну, такое очень серьезное, существенное отступление благодати. Он перестал чувствовать благодать Божию в своем сердце. Он перестал чувствовать присутствие Божие. Даже самим пророком Самуилом у него произошла такая незадолго до смерти последнего очень тягостная размолвка, в ходе которой он даже оскорбил пророка. Ну, правда, ненамеренно, но пытаясь удержать его, разодрал его одежду, что было, конечно, чрезвычайным таким оскорблением, ну, вообще для любого уважаемого себя, уважающего себя израильтянина, тем более для пророка и первосвященника народа Израилева, в общем, старца такого положения и ранга. И, конечно, это, в общем-то, еще сильнее определенным образом ухудшило внутреннее духовное состояние царя Саула. Можно сказать, что это довело его, вот это отступление благодати до состояния практически одержимости, не находя себе какого-то внутреннего покоя, гармонии, которая прежде ощущала его сердце, когда он ходил в согласии с заповедями и повелениями Божьими. Царь Саул пытался развлечь себя богодухновенным пением и игрой на псалтире, которую для него, по его приказу, совершал пророк и будущий царь Давид, которому, кстати говоря, Самуил на тот момент уже предсказал при последней встрече также с Саулом о том, что царство Израилева будет отнято от впавшего в немилость у бога царя и будет передано более достойному его человеку, то есть этому самому как раз-таки царю и пророку Давиду. И вот звуки псалтири, своего рода такой арфы, на которой играл Давид, наполненный духом святым пение, которым он аккомпанировал на псалтире, оно на какое-то время отгоняло нечистого духа, вот смущавшего сердце царя Саула. И, кстати говоря, псалтири до сих пор обладает вот этим удивительным совершенно свойством врачевания человеческой души, человеческого духа. И не случайно наши старцы тем, кто впадал в уныние, впадал в какое-то вот такое внутреннее духовное расслабление, советовали читать псалтири. Даже в том случае, если они недостаточно хорошо понимают, ну вот этот такой, безусловно, сложный, возвышенный, очень такой художественный, поэтичный слог этого бессмертного и вдохновенного произведения. Старец Амвросий Оптинский говорил, что ничего, если ты не понимаешь псалтири, зато бесы прекрасно понимают ее слова и бегут от тебя. И действительно, вот это воздействие, благодатное воздействие псалтири на душу человека, оно в равной мере оказывало свою действенность и во времена царя Саула, и в наши времена. И, в общем-то, всем православным христианам предлагается и при таком случае, и не доводя себя до такого состояния, как царь Саул, прибегать к целительному, к такому оживотворяющему, одухотворяющему действию чтения псалтири. Ну, это мы немного отвлеклись для того, чтобы просто каким-то образом обозначить то бедственное состояние духа, в который впал царь Саул. И вот конец его царствования он целиком и полностью отразил на себе то состояние, в котором этот некогда блистательный царь оказался. Походы филистимлян и их нападения на царство Денадцати колен не прекращались. Саулу необходимо было постоянно возглавлять войско, отбивать атаки филистимлян, которые покушались на разные пределы, разные концы его государства. В то же время такого мудрого советчика, как пророк Божий Самуил, у него уже не было, поскольку тот скончался, был погребен в своем родном городе Рама. И без помощи пророка Самуила, без его ходатайства за Саула, Господь отвращался от впавшего нечестия царя, не слушал его, каким бы способом Сау не прибегал, обращаясь и к Урим, и к священнослужителям, и сам вопрошая Господа, и через других пророков, не отличавшимся, может быть, теми же дарованиями, что величайший пророк Самуил, но Господь молчал и не отвечал ему ни на какие его вопрошения. И вот в какой-то такой очень драматичный и суровый момент испытаний для царствования Саула, когда филистимляне собрали большие воинские силы и обложили север страны в области Галилеи, как раз-таки неподалеку от Фавора, царь Саул вместе со своими сыновьями и со своим войском встал на высотах Гилвуйских гор, которые сейчас более как-то так принято называть горами Гильбоа, и в таком именно названии чаще мы встречаем, в то время как славянский перевод в основном называет их горами Гилвуйскими. Вот здесь царь Саул готовился к отражению очередного нападения на него со стороны давних недругов царства. И видя стан филистимлян, видя их множество, их жестокость, их решимость к битве, царь Саул подвигся своим сердцем, смутился и почувствовал страх. Вот это состояние также являлось последствием, следствием непосредственным таким вот того духовного упадка, в котором царь находился. Если прежде на него сходила такая благодать Божия, которая позволяла ему и с меньшими силами нападать и на более жестоких, многочисленных и сильных врагов, то здесь вот эта вдохновляющая крепость Святого Духа отступила от него. И он впал в смущение, он впал в обычную человеческую боязнь. Он почувствовал себя просто человеком, раздавленным обстоятельствами. Не имея возможности вопросить Бога ни сам, ни через пророков, он обратился к последней и самой крайней мере, которая представилась ему в такую его, казалось бы, совершенно безвыходной ситуации. Он попросил найти ему волшебницу, такую волшебницу, которая могла бы вызвать для него дух умершего. Однако все подобного рода деятели были незадолго до этого истреблены по приказу самого царя, который еще, в общем-то, пребывая в послушании воли Божией, старался очищать свое царство, благословленное Богом, от каких-то таких вот пережитков мрачного язычества, которыми еще была полна эта земля. Но, тем не менее, вот как раз-таки такая волшебница нашлась неподалеку от стана царя, в этом самом селении Аэндор, которое лежало как раз-таки между Гилвуйскими горами и горой Фавор. Царь Саул ночью, переодевшись в простую одежду, взяв с собой двух слуг, приходит к этой аэндорской волшебнице. Та сначала отказывается совершать для него какие-то магические ритуалы, поскольку, в общем-то, как бы это достаточно наказуемое деяние, она боится, что это просто какой-то подосланный к ней шпион, который пытается уличить ее в этом колдовстве, предать слугам царя Саула. Но царь клянется, что жив Господь в таком кощунственном деле, он клянется именем Божиим и обещает, что никакого вреда от этого не последствует для этой самой волшебницы. И когда она начинает вызывать для пришедшего дух Самуила, этой женщине, которая приходит, видимо, в какое-то такое особенно измененное состояние, сознание, в котором ей открываются какие-то прежде скрытые от нее истины, она понимает, что тот, кто пришел к ней, это никто иной, как Саул. И она в страхе, она опять, в общем-то, уличает его в обмане, но тот клянется в том, что никакого вреда для этой колдунь, от того, что она нынче делает, не будет. Не спрашивает ее, поскольку сам он не видит явившегося духа, о том, что видит она. И она описывает Самуила очень интересными такими образными выражениями, очень примечательными. Говорит, вижу как бы Бога, выходящего из земли. Она описывает пророка Самуила, как вот такого престарелого мужа, носящего длинную одежду и, в общем-то, разливающего вокруг себя какой-то свет божественной благодати. Саул пытается посредством этой волшебницы, а может быть, и сам, обращаясь к Самуилу, задавать вопросы о том, что его ждет. Но Самуил не говорит ему ничего нового. Он говорит ему, «Зачем ты тревожишь меня, чтобы я вышел? Для чего ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим?» Ну, действительно, ведь пророк Божий и при жизни, и, безусловно, после смерти, он возвещает что-то не иначе, как по воле Божией, как именно благодаря тому действию Святого Духа, которое совершается в его душе, а никак не сам лично от себя, не благодаря собственной какой-то мудрости, собственному какому-то опыту. Нет, это исключительно действие Святого Духа. Если Саул не примирился с Богом, то каким образом он пытается вот таким, через вот такой какой-то обходной путь, зайдя через, так сказать, запретный для всех смертных и для, в первую очередь, рабов Божьих, вход как бы попытаться, ну что ли, взломать правду Божию, открыть ее для себя каким-то запрещенным, обходным путем. Фактически пророк Самуил не возвещает ему ничего нового. Единственное, что он ему возвещает, это то, что в скором времени и Саул, и его сыновья погибнут, а царство его будет передано другим. И после этого пророк Самуил скрывается из виду. Это вот видение, оно повергает Саула в совершенно такое разбитое состояние, он падает без чувств. А Эндорская волшебница, которая при своих занятиях, магиях, все-таки, видимо, не лишена была какого-то, каких-то и человеческих чувств, она приводит царя в такое вот, возвращает его в чувства, готовит ему еду, кормит его хлебом, готовит для него теленка и прощается с ним, хотя сам Саул не хочет от объявшей его скорби даже есть. Ему возвещен страшный конец. Ну, вообще говоря, конечно, вот в этом отрывке содержится очень много достаточно сложных и глубоких вопросов, ответить на все, из которых мы, может быть, просто даже будем с вами сейчас не в состоянии, тем более, что по некоторым из этих вопросов мы даже не имеем ну, вот такого полного, стопроцентного согласия даже святых отцов. Например, остается не вполне решенным даже с такой богословской точки зрения, позиции, вопрос о том, кто же в действительности являлся царю Саулу. Было ли это Самуил, или это, как предлагали, ну, самые разные авторы, что это было просто каким-то шарлатанством, на которое пошла эта самая эндоррская волшебница, или это был ангел, который принял вид пророка Самуила, или же это был действительно сам пророк Божий Самуил. Вот по этому поводу очень много расхождения, либо это вообще было какое-то совершенно вот такое бесовское явление, которое служило цели лишь глубже вернуть царя Саула в состояние отчаяния, в котором он и так уже находился. Но все-таки мы, наверное, здесь будем придерживаться взгляда святителя Иоанн Златоуста, который считал, что явившимся царю Саулу был действительно пророк Божий Самуил, который вот таким вот промыслом Божиим был послан для того, чтобы возвестить отступившему от истины, отступившему от Бога царю, сделавшего Бога своим врагом, последний урок покаяния. Ведь дело в том, что, безусловно, целью явления пророка Самуила является вовсе не ввергнуть нечестивого царя в еще большее отчаяние, чем то, в котором он уже и так находился. В это отчаяние Саул впадает по причине, ну, вот уже такого, в первую очередь, нравственного подчинения духу злобы, духу отчаяния, духу уныния, которому он подпал благодаря действиям всей своей предыдущей нечестивой, к сожалению, начиная, так сказать, с какого-то момента жизни. И поэтому сейчас, здесь, накануне вот уже последнего решающего для Саула сражения, в котором, безусловно, может погибнуть и он, и ожидает смерть его сыновей, царь все-таки еще может обратиться к покаянию. Он может еще и спросить себе, подобно другим, оказывавшись в том же состоянии, далеко не всегда праведным по жизни людям, вымолить себе изменения вот этих судеб Божьих, подобно языки, которого молил Бога, ему было дано еще 15 лет его царствования, хотя это было, прямо скажем, далеко не самый из благочестивых царей иудеи, тем не менее, вот он сподобился получить от Бога такую милость за свое покаяние, которое он принес в своем сердце. Но мы видим, что царь Саул не находит в своей душе места для этого раскаяния, для этого покаяния, для того, чтобы хотя бы в последний момент, в последнюю, может быть, ночь своей жизни обратиться всею душой к Богу и спросить у него изменения своей судьбы, а заодно, может быть, и судьбы своих наследников и своего царства. Нет, этого не совершается. Это явление, совершенное вот таким преступным, уже самим по себе образом, как некромантия, как обращение к черной запретной магии, лишь ввергает Саула в полнейшее безнадежие перед лицом у врагов, но закономерным результатом чего является его сокрушительнейшее поражение, так что и он, его сыновья, в том числе и замечательный, праведный друг царя Давида и Анафана оказываются убиты. Их оружие и доспехи в качестве трофеев, как их голову, принесены в Бейтшиан, в Вифсан, о котором мы однажды с вами уже тоже беседовали, выставлены там в храме Астарты. И вот такой бесславный конец становится таким вот печальным венцом итогом жизни этого первого монарха 12 колен Израилевых. Царство закономерно переходит к Давиду, но нас в этой истории, так сказать, с вами интересует вот такая удивительным образом проявившаяся связь, которая является иллюстрацией для совершенно вот определенного разговора, на который нас с вами выводит история почитания мученика Уара спустя века, спустя тысячелетия, даже более после описываемых в книге царств событий. вот к селению Аэндор или Ээндор, как правильнее должно это называться в своем еврейском оригинальном звучании и виде, опять привлекается вот такое вот какое-то особое внимание промысла Божия. из этого селения происходит богочестивая женщина Клеопатра, которая, выйдя замуж за военачальника римской армии в IV веке, вместе с ним, со своим супругом, переезжает к месту его службы и проводит свои дни в Египте достаточно многие годы разделяет тяготы лагерной и военной жизни вместе со своим мужем, там у нее рождается сын Иоанн, и там же она продолжает следовать тому мучению, той вере, в которой она была воспитана изначально она продолжает хоть и втайне во времена тяжелых гонений начала IV века сохранять верность православному христианству и благодаря своему благочестию она становится очевидцем мученического подвига святого Уара, который был также римским воином из Тианского полка, который по своему благочестию он приходил по ночам в темнице подкупал стражников, которые были тем более ему хорошо знакомы, поскольку также являлись военнослужащими и в этих темницах служил, как и многие христиане во времена гонений тем святым мученикам, которые там содержались под пытками и под стражей для того, чтобы вынудить их отречься от Христа. В то время как раз были схвачены семь учителей христианских неизвестных нам, к сожалению, по именам, которых языческий наместник Египта бросил в темницу и несмотря на все мучения эти семь учителей отказывались отречься от Христа и в одну из ночей как раз таки им пришел послужить Оар. И вот он настолько вдохновился их подвигом их вот таким духом, которым были они полны и который помогал им преодолевать все мучения, что видя в конце ночи как один из этих семерых скончался от полученных ран, он решил занять его место и присоединиться к остальным мученикам Христовым. Вместе с ними он был приведен на допрос, подвергнут казни, тяжелейшему бичеванию, так что слуги Егемна продолжали бить и сокрушать его уже мертвое тело в течение пяти часов, не чувствуя этих мучений святой по действию Святого Духа переносил чрезвычайно тяжелые пытки. После того, как уже мучитель увидели, что душа его покинула тело, оно было просто выброшено ими на свалку городских отходов для того, чтобы не удостоиться христианского погребения и вообще погребения, а для того, чтобы его просто таким позорным образом растащили всевозможные паразиты и хищники. Ночью Клеопатра приходит на это место выносит тело Святого Уара и погребает его в собственной спальне. Она постоянно выжигает над местом погребения светильники, лопады, приносит молитвы Святому Мученику Уару, а в конечном счете, после того, как гонения заканчиваются, она решает вернуться к себе в свое палестинское имение, находящееся в селении Эндор, а Эндор неподалеку от Фавора. Выдав тело мученика Уара за останки своего мужа, она перевозит их свое имение, создает в этом имении храм в честь святого мученика и, согласно житию, решает соединить два торжества в одно. Соединить освящение храма в честь мученика Уара и празднование 17-летия своего сына. В этот день он также должен был быть зачислен на воинскую службу по традиции, которая существовала в семье его отца, потомственного военнослужащего. он должен был также присоединиться к войску земного царя, но промысел Божий совершенно иной, и хотя блаженная Клеопатра постоянно умоляет Уара о том, чтобы он благословил ее сына и помог ему в несении воинской службы, тем не менее в разгар этого праздника юноша Иоанн, 17-летний, вдруг чувствует себя очень плохо, уходит с праздничной трапезы, ложится в постель, объятый тяжелой лихорадкой, по окончании празднества мать приходит к нему, застает его в очень тяжелом болезненном состоянии, не отходит от его адра до тех пор, пока в продолжении краткого времени ее сын не умирает прямо у нее на руках. Можно представить себе отчаяние этой благочестивой женщины, которая испытала какие-то чувства сходные с теми, которые, может быть, даже испытывал в какой-то момент царь Саул, так что она даже внутренне усомнилась и в благочестии, и в своей вере, и во всем том, что она привыкла совершать во всех тех добрых делах, которыми она привыкла служить Богу. Поэтому в каком-то некотором материнском горестном безумии она обращается к мученику Уару и говорит, так-то, святой, ты отплатил мне за все то служение, которое я тебе приносила все эти годы. Ты забрал у меня моего единственного сына, ты не вступился за него, ты оставил меня одну в моем безутешном материнском горе. И вот так, с вот этими стенаниями, с вот этим обуревающим ее чувством отчаяния, этой утраты, она обращается всю ночь к святому, наконец, в изнеможении засыпает, и вот как раз-таки во сне являются в великой славе мученик Уару вместе с ее собственным сыном Иоанном. И он говорит ей буквально вот переданные нам текстом жития следующие слова. Для чего ты обращаешься ко мне с такими укоризнами? Я не забыл ни твоих трудов, ни того служения, которое ты совершала ради меня. И первым делом, когда ты вложила мое тело в свою семейную гробницу, я умолю за всех твоих родственников, чтобы им простились и грехи. А твоему сыну Иоанну я исходатайствовал службу не у царя земного, но у царя небесного. Так что теперь он будет нести ее уже в сонме ангельских и святых сил как воин, предстоящий небесному царю. Но если ты хочешь, я верну тебе его, чтобы он остался с тобой в твоей земной жизни. Иоанн также увещевает свою мать, обращается к ней со словами, говоря, что ему безусловно намного лучше в царстве небесном, чем при дворе любого земного царя. И вот этим явлением блаженный Клеопатр, конечно, оказывается необычайно утешено. Так что продолжает в дни своей жизни усердные труды, подвиги, моления при храме святого мученика Уара. И надо сказать, что он вместе с Иоанном является и каждую неделю, согласно опять же сведениям из этого жития. И таким образом поддерживает в ней тот дух христианского горения, упования, который должен привести ее также в Царство Небесное, как и у сына и тех ее сродников, о которых умолил святой мученик Уар. И вот проведя семь лет после этого события в трудах и молитвах, в таком подобии монастырской жизни, в которое превратилось ее родное имение вокруг храма святого мученика Уара, и блаженной Клеопатра также сподобилась блаженной кончиной. К сожалению, сейчас не сохранилось в этом совершенно еврейском поселении, никаких безусловно следов, ну уж не говоря о эндорской волшебнице, никаких, к сожалению, и следов существования христианского храма в честь мученика Уара. Сейчас мы только вот из священного предания церкви знаем о том, что это происходило именно в этих местах. по всей вероятности все-таки название вот этой эндоры современного еврейского поселка на этом месте ну действительно как-то приблизительно соответствует историческому расположению эндора, тем более, что там не так в общем-то много мест, в которых это могло бы происходить. Ну, конечно, какого-то паломничества туда сейчас не совершается и, в общем-то, совершать его некуда, но, тем не менее, мы с вами хотя бы знаем о том, что вот такое вот особенное какое-то место существовало и продолжает существовать до сих пор на Святой Земле. Однако сейчас мы с вами посвятим еще несколько минут вот такой очень важной теме, которая свяжет между собой и ветхозаветную историю царя Саула и новозаветные уже, скажем, вот уже из истории православной церкви известные нам события, связанные с памятью мученика Увара. В сравнительно недавнее время почему-то в нашем церковном сознании распространилась такая странная мысль, что святой мученик Увар является вот таким, каким-то вот особенным таким лицом в сонме других неможителей, которому дана какая-то совершенно небывалая, немыслимая для других благодать молиться за самоубийц и некрещенных людей. Этот странный вывод сделан из вот, в общем-то, кратких строк жития, известного нам в пересказе святого Дмитрия Ростовского, где святой мученик Уар говорит о том, что он умолил за грехи всех сродников Клеопатры. Почему-то вот неизвестно кем были сделаны выводы, что святой мученик Уар умолил о прощении грехов некрещенных людей. Но этого никак не следует из текста жития. И блаженный Иоанн, сын Клеопатры, явно был христианином, крещеным, участвовал в перенесении мощей святого мученика Уара, был явно воспитан своей матерью в благочестии, но и сама она не на ровном месте, так сказать, не в первом поколении, скорее всего, была христианкой. Вероятнее всего, она в христианстве и была воспитана. И когда святой мученик Уар говорит о том, что он умолил о грехах ее сродников, то речь идет о ее сродниках христианах. По крайней мере, никак не говорится в житии о том, что эти ее сродники являлись язычниками, являлись членами Церкви Христовой, что вот у него есть такая особенная благодать молиться за подобного рода находящихся вне Церкви людей. Нет, церковное предание, церковные традиции в принципе не знают таких случаев. Это вот такая же попытка зайти в Царствие Божие заднего хода, как та, которую предпринял в своем общем-то безумии царь Саул, когда он попытался, так сказать, сделать примерно то же самое, вступив в контакт с пророком Самуилом, то есть и спросить пророка Божия, его помощи, его откровения посредством запретной черной магии, некромантии, вызывания умерших, и о том, что это совершенно запретное такое дело, ему было прекрасно известно, поскольку по его же распоряжению все подобные деятели незадолго до этого были по всей стране истребляемы, изгоняемы и подвергаемы вот всевозможным таким наказаниям. Так что это вот тоже такая попытка как бы, знаете, взломать церковное сознание, церковную традицию, церковную догматику и вот ну каким-то образом попытаться протащить в церковь тех, кто никоим образом не является ее членами. Тем более совершенно странно и не имеет никаких оснований ни в церковной традиции, ни в житии мученика Луара представление о том, что он может молиться за самоубийц, имеет такую какую-то особенную благодать. Как мы видим, ничего подобного там не говорится. Никто из родственников блаженной Клеопатры не назван самоубийцей, нигде не говорится, что вот именно кто-то покончивший с собой был трудами и заступничеством мученика Луары, как бы глубоко мы его не почитали, какую бы он не имел благодать как святой мученик, тем не менее, никто из подобных людей не был введен в Царствие Божие вот таким каким-то странным и нетрадиционным непонятным путем. Здесь надо объяснить, почему церковь придерживается такой позиции. Дело в том, что в Царствие Небесное возможен лишь один вход. Этот вход обозначен словами проповеди пророка Божия Иоанна Крестителя «Покайтесься, приблизилось Царствие Небесное». Во врата Царства Небесного можно войти лишь одним путем покаяния. вот самоубийство является полным и осознанным отвержением этого пути в Царствие Небесное. Самоубийство совершается под воздействием страшнейшего духа, духа отчаяния. Это настолько тягостный, настолько тяжелый, один из самых страшных духов преисподней. Его мытарство описывается как последнее мытарство на пути души в Царствие Небесное, поскольку это самый страшный и самый тяжелый дух, который, если вцепился в душу христианина, если христианин предал себя в его когтистые лапы, то вырваться из них уже не представляется возможным, если только человек не успеет принести покаяние. Именно этот тяжелый дух брань с ним понес на кресте Спасителя в последние минуты своей земной жизни, когда ему было попущено встретиться со всей силой адской злобы. И даже Господь вынужден был пройти через это страдание, что выразилось тоже в таком возгласе какого-то такого человеческого отчаяния, с которым он обратился к своему отцу на кресте. Эли, Эли, ла-маса ва-хвани. Боже мой, Боже мой, зачем ты меня оставил? В этом тяжелейшем, страшном духовном поединке даже Господь почувствовал на себе своим человечеством воздействие вот этого духа. что уж говорить о прочих о нас простых смертных. Ведь когда мы молимся за какого-то человека живого или умершего, мы вымаливая его, а не просто поминая или там внося в какие-то наши синодики и записки, мы вынуждены вступить с тем духом злобы, которым этот человек одержим во власти, которой он находится, с теми страстями, которыми этот человек обладаем. Так вот, борьба с духом отчаяния является настолько страшной борьбой, которой большинство христиан в принципе не готовы, и поэтому святая церковь предостерегает их против этого. Иначе, если человек выйдет на бой с таким исполином, не победив его прежде в собственной жизни и в собственном сердце, то конец этого будет гибельным и ужасным. Даже монашествующие не дерзают приносить молитвы за тех, кто скончал свои дни в самоубийстве, как в таком акте отчаяния, потому что в этом акте отчаяния для человека больше нет Бога. Как Саул, он перестает слышать и чувствовать Бога в своей душе, а Бог перестает отвечать ему, не потому что Господь этого хочет, а потому что человек становится неспособен к этому контакту с Богом. Именно поэтому существует ад, именно поэтому существуют адские мучения. К этому закономерно человек приходит всей своей жизни. И тут мы просто думаем найти какой-то такой простой, извините за такое просторичное выражение, халявный способ протащить Царство Небесное всех каких-то наших знакомых или родственных нам самоубийц или нецерковных людей. Вот через вот эту калиточку молитв мученика Уара, без того, чтобы совершить этот тяжелейший неподъемный для человека труд, просто вытаскивание его из самых глубин ада, мы просто пишем записочки на молебне мученику Уара в полном уповании, что он-то своими святыми молитвами непременно поможет тем, кто оказался вот в таком бедственном положении и состоянии. Но, к сожалению или к счастью, церковная практика показывает, что это совершенно никоим образом не так. Если мы обратимся к преданию Святой Церкви, да и, собственно, к рассредоточенным вокруг нас каким-то событиям, мы убедимся в том, что это совершеннейшим образом невозможно. В житии римского Папа Григория двоеслово говорится, приводится также случай, согласно которому в его времена богочестивый христианин молился за вот таких вот известных ему самоубийц. Но вот после такой его усердной молитвы один из них является ему и говорит, что прекрати молиться за мою погибшую душу. Совершая это, ты и мне не помогаешь, и себе вредишь. И вот в этом проявился действительно такой промысел Божия, милость Божия к этому вот такому самочинному молитвеннику. Мы знаем страшные случаи, например, в 20 веке, не так давно, в Псково-Печерском монастыре один монах, вопреки прямому запрету старцев, молился за своего покончившего жизнь самоубийством отца, уединялся для этого в такой ночной молитве в отдельные кели на Святой Горке. Результатом этого самочинного моления было то, что самого монаха нашли в этой кели повесившемся, и там до сих пор никто не может жить в этом помещении, там сделано какое-то такое техническое чисто помещение, в котором никто не дерзает даже как-то оставаться или проводить какое-то долгое время. Даже Святая Горка, даже святое место в центре, в сердце Псково-Печерского монастыря, знаменитого, известного своими великими молитвенниками, видите, оказалось осквернено тем, что человек предпринял на себя вот такое несоответствующее духовным силам моление. Не так давно тоже был такой довольно страшный и в разумительный случай один священник, не буду называть его именем, в таком сельском провинциальном храме построил на своем приходе деревянный храм в честь святого мученика Уара и даже как-то объявил через средства массовой информации, что теперь здесь вот у него будут совершаться такие совершенно исключительные моления за самоубийцей нецерковных людей. Стоило, так сказать, этому сообщению пройти по телевидению, даже, в общем-то, оно попало на какие-то центральные каналы, как в ту же ночь полностью выгорел великолепный драгоценнейший храм 17 века, не тронутый, не разграбленный, в котором служил этот священник, в котором он являлся настоятелем, сгорел вместе с драгоценной утварью, с древними облачениями, которые в нем хранились. Вот так Господь, в общем-то, явил и показал то, что подобного рода дерзновение, оно явно переходит в дерзость, и мы не должны нарушать канонов, преданий святых отцов, которые установлены, положены для нашей с вами безопасности. Для царя Саула был единственный способ изменить свою судьбу и свою участь земную и вечную. Это покаяться и покаянием войти в Царство Небесное. Господь никогда не отнимает человеческую свободу. Если человек свободно в своей душе выбрал этот дух отчаяния, выбрал вот это отречение от Бога, который подтвердил самим делом, то, к сожалению, чаще всего для него никакого возврата и возможности изменить, пережить свою жизнь заново, ну, просто уже не существует. Об этом нам с вами необходимо помнить. Конечно, когда подобные вещи происходят и кто-то кончает с собой, это тяжелейшая рана, тяжелейшая утрата для каждой связанной с ними близкой или родственной души. И поэтому некоторые священники говорят, что надо же как-то утешить людей, которые пребывают в таком состоянии. Утешить вас может молитва за себя, утешить вас может святая псалтирь, чтение, моление, которое вы можете приносить за собственную душу, но ни в коем случае нельзя дерзать молиться за тех, кто сам свою волю привел себя к такому высшей степени горестному и трагическому концу. Вот на такую очень важную для нашего времени тему мы находим нужным поговорить в этот день, когда празднется память святого мученика Уара. Вот таким образом каким-то промыслительно может быть связанное с тем местом, где совершилось последнее отпадение от Бога горестное отпадение царя Саула. Но конечно сейчас бывают разные ситуации и по разным причинам на самом деле человек совершает самоубийство. Не всегда этот выбор является осознанным, не всегда человек находится в состоянии вменяемом. Бывают случаи, когда человек просто не владеет собой никоим образом, когда он совершает вот это деяние не состоянием отчаяния, а просто потому, что по каким-то причинам совершилось такое, это было попущено Богом по каким-то неизвестным нам его судьбам. В таких случаях, конечно, необходимо разбираться и бывает, что епархиальное управление в лице архиереи и особой службы комиссии дают разрешение на отпевание подобного человека и на совершение молитв о его душе. Да, такие случаи бывают, они возможны, но ни в коем случае не надо пытаться распространять эти случаи на, к сожалению, все многочисленные явления подобного рода, потому что от этого в первую очередь зависит благополучие вечное и земное душ тех, кто оказывается в ситуации, когда кто-то его знакомых, близких или родственников покончил с собой. К сожалению, необходимо призвать таких людей к трезвению, к осторожности, чтобы, потеряв одного близкого человека, они не потеряли вслед за ним и собственную душу, и собственную надежду на спасение. Безусловно, эта потеря никоим образом не скрасит трагедию, которая уже совершилась, но лишь навлечет еще большие беды на многих других людей. Поэтому будем, братья и сестры, трезвены, будем молиться святому мученику Вару о спасении наших с вами душ, а не пытаться использовать его образ, его память как какую-то такую странную лазейку мимо врат Царствия Небесного какой-то такой знаете способ обмануть всеведение Божие вот таким на самом деле совершенно не церковным, неприемлемым и поэтому опреченным на неуспех путем. желаю, чтобы все наши зрители никогда в своей жизни конечно не столкнулись с такой проблемой тяжелейшей и благодатью Божию были мирны, здоровы и главным образом никогда в своей душе не впадали в отчаяние и через это не отпадали от Бога. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...